всем привет народ меня зовут ильдар копая подборку часто люди читают отзывы про автомобили прежде чем их купить отчасти это правильно но любой отзыв это в принципе субъективное мнение человека она складывается из многих факторов в том числе и личного характера человека и его отношения и так далее допустим представим себе такую ситуацию возьмем какой-нибудь не самый надежный седан е-класса к примеру можно 221 6s можно audi a6 давайте audi a6 с мотором 3 литра bbj довольно таки известные есть определенные проблемки и так далее смысл в чем два человека овладеют одним и тем же автомобилем ездит там по 20 тысяч год примеру автомобилю уже там не знаю 7 лет и пробег уже соответственно 140 тысяч один человек говорит блин тачка вообще а говно жрет деньги постоянно высасывает бы я не знаю мучая с ней постоянно как сервис не заведешь геморрой и так далее вот другой горит блин да нормально машина в принципе я как бы не переживаю совсем обслуживаю и надежно и принципе правление заставляет на обслуживание тот кто говорит что машина дорогая в обслуживание изначально потратил меньше а тот кто говорит что хорошая надежная машина он потратил больше смысл в чем обслуживание содержать его не дешево и это не просто слова понимаете когда мы находили например такую аудюху там шестого года да у нее человек заморачивался и копил все заказ снаряды и у него за 2006 года пробег на машине там 100 тысяч километров но он действительно мало ездил вот в нее вложено порядка 350 тысяч рублей 350 тысяч рублей за 100 тысяч километров пробега и это нормально то есть смысл в том что он своевременно обслуживаю то есть чуть какие-то подозрения там например не знаю там потекла стойка он меняет пару сразу по-человечески примеру обслуживает суппорта там он делает все на дилере соответственно обслуживает примеру и постоянно меняет ремни ролики и так далее он это делает по рекомендациям дилера то есть он заехал ему дилер сказал соответственно у вас ремень уже потрескался давайте его поменяем по сроку он говорит хорошо без проблем и он говорит блин точка вообще классная то есть я как бы езжу и не переживаю она надежная она меня ни разу не подводила и он считает нормальным вкладывать нее такие деньги это хороший подход а есть такой же человек только желоб денег у него нет он на последние деньги в кредит себе такую машину купил и обслужить он ее не может он приезжает пример в ара сервис какой-то там ашот гараж ему так говорит э ладно чё ремень порвется потом приедешь поменяем все и он ездит у него там у него амортизатор потек он меняет один ставить неоригинальный какой-нибудь там были непонятный оптимал там ищут лабудень ставит мэйли еще что-то втыкает и говорит блин тачка говно то у меня одно сыпется то другое сыпется потому что изначально человек считает что пока он купив такой автомобиль автомобиль должен проехать ездить и единственное что на нем должно делаться это меняться масло и заливаться в него бензин все то есть он считает что его обслуживание на этом должно закончиться и вы читаете отзыв такого человека он пишет тачка полнейшее дерьмо вообще заколебала сыпется еще что-то а читаешь отзыв другого человека он пишет например да я как-то обслуживал ездил на дилер обслуживал мне там выставляли счета счет там 50 тысяч рублей да там выставили он как бы оплатил и это нормально он делает там не знаю антибактериальную обработку кондиционера да жлоб никогда такой никогда этого делать не будет что это не дешевая не дешевая процедура а эффекта в принципе от нее явного нет вот отсюда и вылезает ситуация что да мы находим мы к примеру смотрим автомобиль с равным пробегом одинаковым на то 140 тысяч километров семилетний только одна машина ушатанная уже ну то есть она фактически они оба были при они обе безаварийные одна из них заезженная заезженная в плане на ней не делались такие вот регламентные работы на ней и ремонтировали максимально дешево лишь бы передвигалась а другая наоборот полностью красавица обслужена купив такой автомобиль купив эту audi вы будете продолжать в нее такие же деньги вкладывать то есть не будет такого что вы купили к примеру вот мы находим такие варианты да с полностью обслуженные все человек покупает ему говорим ему даешь этот стопку гриш вот машина обслужен на 350 тысяч рублей за это время вот кого нифига человек какой да вообще молодец мне бы не повезло тачка классно и он думает что все вот раз она обслужена эти деньги значит ему теперь можно ездить и не париться нет ее надо продолжать также обслуживать и уж тем более это касается какого нибудь porsche cayenne или рейндж ровера это касается чем дороже автомобиль тем дороже и больше денег он вас будет постоянно требовать и это нормально вот вот почему я говорю что а отзыв это субъективное мнение потому что человек жлоб и человек скажем так готовы вкладывать деньги готовы тратиться на одну и ту же машину будут смотреть по-разному вот чем дело если вы хотите машину который будете менять только масло колодки то это хендай акцент какой-нибудь точнее он ну хендай солярис возьмите солярис он практически не требует никакого обслуживания и любой обслуживание дешевая даже в него придется вкладывать какие-то деньги периодически но они будут гораздо в разы меньше эти суммы и соответственно вы будете больше по большей части ездить на этой машине так же бывает приезжаешь человеку машину смотришь и он говорит о вот мы мандео смотрели блин мне прям смешно было там чел орет тачка вообще класс просто класс я вот на ней езжу три года там наездил 60 тысяч километров вообще ничего не вкладывал вообще ничего не просит надежная просто супер и он не понимает что это не плюс что если он за три года в эту машину наездил 60 тысяч не вложил ничего то значит я куплю ее и я буду вкладывать у нее потому что уже все то чего он не делал достанется мне в наследство светов с этим автомобилем и поэтому когда человек вам кричит что тачка супер вообще чё только масло колодки это как минимум подозрительно то есть стоит наоборот еще внимательнее посмотреть скорее всего вы найдете какие-нибудь потрескавшиеся саленблоки которые ему рекомендовали поменять но в силу своего жлобства их не поменял ему сказали ну можно менять но в принципе они еще поедет он слышит только слова в принципе они еще поездят то есть желательно поменять для него желательно не является важным пока автомобиль движется значит он будет ездить вот что вот что такое отношение к автомобилю не получится купить себе porsche cayenne вот вы вот почему я никогда не понимал людей почему я против таких покупок когда человек залезает в кредит находит там 650 тысяч рублей и идет покупать porsche cayenne и вы не поверите сколько много их таких людей у нас наверно в месяц раз 5 раздается звонок и человек говорит хочу cayenne у меня вот 600 тысяч рублей хочу cayenne давай найдем 2003 год я вот там нашел в каком-нибудь хрен пойми каком салоне там пробег 70 80 тысяч там или 90 обычно все до 100 пишут 95 тысяч идеальный porsche cayenne он не идеальный это уже мусор и этот человек изначально не понимает что даже купив этот автомобиль за 600 тысяч или за миллион неважно этот автомобиль надо обслуживать соответствующий что он не сможет потратив все свои деньги и отдавая кредит он не сможет ее обслуживать и получается что человек после этого пишет обзор пишет отзыв тачка говно полнейший я тут купил она у меня сыпется проблемы туда-сюда надо быть адекватными вот что надо понимать какой автомобиль вы изначально покупаете вот это самое главное и когда вы читаете отзывы когда вы смотрите на автомобиль и слушаете даже своего друга если вы слушаете например там знакомого который о нем разговаривает вы изначально посмотрите как он относится к этому автомобилю какое у него отношение и вы будете понимать насколько он насколько его отзыв про этот автомобиль подходит вам насколько он правдив скажем так естественно мы не берем в расчет отзывы когда отзывы об автомобилях когда действительно автомобили геморройные ну то есть попадаются да там бывает человеку не повезло он купил машину и понеслось у него там не знаю приехал мотор там не за карабас встал там какой нашелся какой-то неприятный дефект который не могут устранить там особенно это на новых автомобилях официальных дилеров которые покупают они постоянно ездят им там крутит мозги такие случаи единичные и мы их не берем в расчет а в общей массе автомобили себя так не ведут даже самый ненадежный рейндж ровер если взять даже он при должном обслуживании будет ходить без проблем вот почему в первую очередь я подразделяю людей на скажем так на владельцев автомобиля на водителей и на наездников вот бывают наездники те кто ездит 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 из машины все стоки выжимают до последнего ее ремонтируют подвязочками изоленты а после этого просто скидывает ее вы приезжаете машина свежая вроде неплохая но она не обслуживалась должным образом и все что на ней человек не делал достанется вам потому что вы же хотите хороший вариант вы ходите на хорошей машине есть и получается ситуация когда человек купил машину и через месяц течение месяца вложил не 1000 что 1150 это нормально это он устранил мелкие недочеты так сказать это речь идет про с премиум сегмент в первую очередь про е и с классы так что не будьте наездниками будьте лучше владельцами автомобилей любите автомобили они вам будут отличать тем же самое главное адекватно подходить к владению автомобилем это все всем пока а а а